Как бороться с незаконной торговлей алкоголем? Этот вопрос стал темой очередного совещания в администрации округа. Специалисты выяснили, в Златоусте продают высокоградусные напитки после 23 часов. Нерадивые предприниматели ищут разные способы обойти закон. Таких торговых точек насчитали порядка 10. Что касается оснований, которые выдвигают собственники этих торговых точек, в том, что они не реализуют алкоголь как таковой, а являются точками общественного питания. Соответственно, они вправе в соответствии по закону, по 171-му федеральному закону, осуществлять торговую как точку общественного питания. Первое и главное отличие точки общепита от торговой – в наличии оборудованной комнаты общего пользования, проще говоря, туалета. И проверить соответствие этим требованиям может каждый. Кстати, незаконная торговля алкоголем волнует прежде всего самих жителей. Горожане регулярно направляют обращение участковым. Но, говорят специалисты, для более высокой эффективности жалобы необходимо адресовать в Роспотребнадзор. Тогда полномочный орган устроит внеплановую проверку. Пока же нагрянуть к предпринимателям, пусть и недобросовестным, специальная комиссия может лишь согласно графику – раз в три года.